Ну, наверное, 8-9 лет мы делали просто классную рекламу, яркую, интересную, там, зарабатывали деньги, награды и так далее. Вот. И где-то два года назад мы, ну, задумались о том, что, как бы, а что если реклама будет не просто, ну, интересной, красивой, там, яркой, а еще и какой-то полезной для людей, начали изучать эту тему. И вот первая наша работа вот в этом направлении большом, которое мы для себя потом назвали sustainable creativity, и дальше мы начали, ну, большую часть работы уже в это направление делать, да, там, и клиентов менять, и полностью изменили вообще концепцию нашего агентства. Но все началось два года назад с первой мысли о том, что мы хотим приносить какую-то пользу, не просто продавать товары, помогать нашим клиентам больше зарабатывать, мы хотим, чтобы мы меняли клиентов, меняли с помощью их рекламы, их продукта мир вокруг, чтобы мы как-то влияли, снижали какие-то, уменьшали какие-то, там, не знаю, выбросы пластика, решали какие-то проблемы. Но при этом это была реклама. Ну, вкратце, да, чтобы было совсем понятно на примере дизайна. То есть можно, например, как раньше к нам обращались, сделать и дизайн, там, не знаю, упаковки, самое простое, да, и мы просто делали картинку, ну, красивую упаковку и продавали. То сейчас, если к нам обращаются, то мы начинаем думать и разрабатывать с того, как можно поменять упаковку, например, она раньше была пластиковая, мы хотим поменять ее на какой-то биоматериал, и мы как бы брендинг, дизайн упаковки для нас сейчас самое главное, это не картинка, которая в конце будет, а насколько мы снизим вред от той упаковки, которая была до нашей работы, до ребрендинга, да, если нам удается убедить клиентов поменять, уменьшить, использовать, например, вторичный пластик. У нас сейчас, например, последний один из крупных клиентов, химическая компания, один из крупнейших производителей бытовой химии в России, и мы их убедили поменять пластик на, то есть был обычный пластик, а теперь это будет пластик, который переработанный, да, то есть пластик старый сдают, перерабатывают, из него можно делать заново упаковку для химии. Для еды, например, нельзя делать, потому что это запрещено, а, например, для химии можно использовать вторичный пластик. Так вот, для нас дизайн, это вот изменение упаковки, сделать ее более полезной для общества, вот это для нас сейчас задача, и в этом дизайн.